Власти в России хоть и воняет за три версты трупным запахом, но все ж пока стоит. На Камчатку, к примеру, в прошлом году на княжение был выписан прямиком из Парижа некий Владимир Солдов. Поговаривают, что это родственник полпреда президента Трутнева по прозвищу Трутень. Вместо решения реальных проблем региона, то есть борьбой с разрухой, бездорожьем, космическими ценами и разграблением природных богатств, мажорик этот занялся новомодной цифровизацией. То, что вы видите сейчас за моей спиной, называется разведка золота. Даже страшно себе представить, что здесь будет, когда начнется промышленная добыча. В Усть-Большевецком районе Камчатки ушлые бизнесмены приступают к добыче золота. Участок выбрали в живописном месте между двумя реками – Камешково и Быстрое. Последний является водоемом высшей рыбохозяйственной категории. Все ядовитые стоки уже совсем скоро польются именно в нее. Очень странно себя повела компания, которая понимает, что она находится в таком сложном и участке. Так себя повести с недостоверной и с неполноценной готовностью всей документации приступать к этим работам, которые явно не в соответствии с тем, что им было утверждено. Впрочем, ничего странного здесь нет. Как раз все логично. Путь к прииску весьма тернист. Добраться сюда можно исключительно по реке. На пути пороги и водовороты. Ну а как без них? Полный экстрим. Время в дороге от Крылого Центра более пяти часов. Без привалов тоже никуда. Раздобревшись за народный счет, чиновники сюда вряд ли поедут. Им куршавель подавай за счет бюджета. Отдых исключительно по системе все включено. Приключений слугам народа ни к чему. Ну а местным остается довольствоваться только таким видом. Еще не началась добыча, а уже в лесу по периметру. Мусор, пачки сигарет, скотчем, которым помечают территорию. Вот уже это все есть. Природа, охранная прокуратура старается не обращать внимания на происходящее. Новый в Рио губернатора, ранее проживавший и получивший образование в Париже, и, похоже, совершенно не знакомый с российскими проблемами, вместо реальных дел занят цифровизацией. Своим бездействием он уничтожает основной туристический маршрут края. О создании туркластера на Камчатке в том числе и международного после такого варварства можно забыть. Правильно, а зачем вообще развивать туризм? Здесь же нужно думать, креативить, тупая программа не справится. А своих природных способностей, видимо, не хватает. Да и зачем вообще мешать черным копателям, ведь с ними же проще договориться. Просидеть несколько лет в управлении регионом, сдавать отчеты, а потом свалить обратно в свой Париж вот только уже не с голой пятой точкой, а весьма солидным состоянием. Но то, что состояние-то будет сколочено на разграблении российских народных природных богатств, французам это до фонаря. Вот именно здесь, с 65-го года по первую половину 70-х годов, здесь также проходила геологоразведка и добывалось рассыпное золото. Но потом вот этот участок закрыли, и не только участок, а вообще все месторождения рассыпные золото были выведены за баланс. То есть они не выставлялись на аукционы, и их оставили, да, возможно, до тех лучших времен, когда появятся технологии, которые не будут, в результате которых будет оказываться действие на наши реки Камчатские. Технологии появились? Нет. А месторождение эксплуатируется? Ну вот, Роснедра решила их эксплуатировать. Вообще после командировки на Камчатку остался горький осадок. Колоссальное расслоение населения по кастам, как в Африке. Не человеческие условия жизни, а главное это то, что к людям относится, как к мусору. Административный центр края Петропавловск-Камчатский местами напоминает Припять. Вот вполне добротный пятиэтажный жилой дом. Но никого здесь нет, окна заколочены. Если вы думаете, что людей переселили в более комфортное жилье, скорее всего вы ошибаетесь. Большинство жилого фонда города находится в куда более плачевном состоянии. Восточный фортпост России в удручающем состоянии, словно после наступления фашистов. Средств здесь хватает только на показуху и развлечения для чиновников. А на простых людей денег нет. Но вы держитесь. Дорог нет даже в столице края. Условия жизни хуже, чем в Африке. Если проехать 450 километров по бездорожью, можно попасть в главный рыбодобывающий район на берегу Хводского моря, в поселок Озерной. Рыбодобывающий, а тем более главный сейчас, это скорее всего ирония. Вот он наш доброфлот, гордость страны. А вернее то, что от этой гордости и от самой страны осталось. Даже металлолом здесь никому не нужен. Впрочем, рыба в этих цехах все же есть. Да не про нашу честь. С местным населением олигархи готовы поделиться только этим. А вот еще одна точка сброса биологических отходов. По вот этим вот трубам оно самое стекает прямо в Охотское море. Зато птичкам нравится. Ну вот позади нас мы наблюдаем акционерное общество РКЗ-55. Мы видим с вами, что в водоохранной зоне Охотского моря на пути миграции лосося на Нерест организовали утилизацию рыбных отходов, что вообще недопустимо. Мы видим, вот здесь вот изготавливается рыбная мука, видим вот люк, видим те же сбросы по птицам и не видим обещанных очистных сооружений. Может они где-то спрятаны. Может они по документам есть? Может они есть просто по документам, но с учетом объема сбросов мы должны как бы их наблюдать здесь, я так понимаю. Их мы не наблюдаем, да. Мы наблюдаем только письменно, что там очистные сооружения. А реально мы с вами приехали, вот мы наблюдаем, ничего не видим. Ничего не видим. О природе здесь непременно заботятся. Вот так. Позади меня Витязь Авто, учредитель Редькин Игорь Владимирович. Вот мы с вами наблюдаем, как человек хозяйствует здесь. Смотрите, вот грунт, заготовленный заранее. Вот тонь, которая вот речка озерная разделяет напополам. И где-то вот там до середины, это его тонь. Все остальное он завозит грунт, искусственно наращивает участок, отсекает рыбу другим пользователям. И вместо 300 метров у него участок превращается в 500. И никто ничего не может, мы боролись, боролись с этим, и так никто и не услышал в конечном итоге. А следом, следом, на другой стороне мы наблюдаем с вами вертолетную площадку и емкости, где хранится керосин. То есть вы представляете, что это в реке Озерной, по факту, в водоохранной зоне моря находится керосин. То есть достаточно просто с ружья выстрелить, не дай бог кому-то здесь в голову такое сбредет. И мы будем иметь экологическую катастрофу. Весь этот керосин при попустительстве властей, которые на это глаза закрывают, потечет в речку Озерную. И будет нанесен непоправимый просто ущерб экологии реки Озерной.